Всем привет! Это ЦСКА Баскет Шоу. Прямой эфир. Мегаспорт, зима. А у нас в гостях один из самых громких и ярких болельщиков ЦСКА, а по заместительству еще ведущий домашних матчей. Макс Дисюкс. Макс, привет! Всем привет! Меня дискулифтируют следующим образом. Во-первых, пришло письмо из Евролиги о том, что я мешаю команде Фенербахча, когда прыгаю за кольцом. Второе письмо было, когда господину Ламонике по какой-то причине показалось, что я поднял руки, что я агитирую публику, находящуюся на трибуне, нашу красно-синюю семью, кричать на него, возмущаться и прочее. И он подошел к судейскому столику, и, если вы заметили, в эфире не давали возможности начать четвертую четверть. И все из-за тебя? И все из-за меня. И меня попросили удалиться в какое-то помещение, видимо, со стадиона. И я спрятался вон там за углом и оттуда комментировал, но я не был менее эксцентричным. Это было очень круто, да. Ламоника, не обижайтесь на меня, я ничего дурного не делал. И теперь давай обратно, скаканем к моменту, к тому, как ты прыгаешь и мешаешь. Как это вообще получилось? Как ты первый раз это сделал? Вообще это случилось, когда была группа поддержки. Получалось так, что они не всегда активно махали с вами вот этими штуками. И ты не брал удар на себя? Да. И мне приходилось... Еще раз внимание на экраны, давайте посмотрим вместе так, что творит Макс. Что он творит. Нет, это всего лишь знаешь, что это там... А, то есть это даже... Включали Продиджи Буду Пипл, и я уже затанцевал. А может, тогда покажу сейчас хотя бы примерно. Вот представим, что там, где камера, там игрок бросает штрафной. Да, я могу отойти и танцевать. И ты ему вот здесь вот мешаешь. А вы вместе со мной сейчас дайте шума. Давай. Оу! Да, да. Вот так, вот примерно, примерно так. Я чуть не разбил себе очки. Макс всегда крушит все вокруг. Мамульчика, я в эфире, целую. И для тебя подготовили конкурс. Насколько хорошо ты знаешь парней. Внимание на экран, сейчас там будут появляться игроки ЦСКА, но немного необычные. Ну все, низ я вижу, это Йоханнес Фокман. Это что, что, где Фокман, говоришь? Ну, вообще Фокман посередине все-таки. Фокман посередине, правильно, двигаемся дальше. Вверх, мне кажется, это Ивлев. Хорош, пока нормально идешь. Дальше. Да. А вот низ, можно я поближе подойду, я очкарю? Пожалуйста, конечно. На самом деле я тоже, но я без очков, поэтому делаю выч, что только у него все плохо. Надо сейчас подумать, у кого есть щетина у нас в команде? Такая, светленькая. Такая, светленькая щетина. Это может быть Мариус Григонис? Мариус Григонис, есть же. То есть я угадал? Есть же, всех троих. Да, три с трех. Здесь все просто. Здесь прическа Никиты Курбанова. Глаза Саймона. Саймон. А борода у нас в Торнике Шенгеле. У-у-у, как бы звали этого парня? Его бы звали бы... То... Сейчас, сейчас, я тебе скажу. Давай, давай. Антоха. Просто Антоха. Антоха. Антоха, хорош Антоха. Значит, глаза у нас Алеши. Алексей Швет. Да, прическа у нас. Слушай, а кто у нас с такой прической? Ну, кто с такой яркой прической в ЦСКА? А, ну, конечно, Дэниел Хакет. Верно. Так, но Антоха у нас, соответственно, кого у нас еще не было? Такая, сербская, знаешь, сербская такая, сильная челюсть. Да, я посмотрю по сторонам. Пожалуйста, может быть, может быть. Как будто бы, может быть, это самый высокий игрок в команде. И, возможно, это как будто какой-то... А, ну, конечно, Никола Мелутинов. Никола Мелутинов? Да. Собрали героя. Брал. Макс, ну что? Хорошая история. Слышишь, и стрелы делали. Ну, отлично справились. А как вы можете оценить нашу форму, форму ЦСКА перед игрой? Мы получили хорошую неделю практики. Я думаю, что ребята уже готовы. Девчонки, что мы не потеряли эти игры. Но я думаю, что эти ребята профессионалы. Я думаю, что сегодня мы дома. Поэтому нет причин, чтобы не играть и играть с высокой интенсивностью. И играть этот игрок. Потому что Евролига – это очень тяжелая, тяжелая соревнования в сезоне. И каждый игрок – это как финал. Ну, тренер говорит, что, безусловно, сегодня, что нас ждет, однозначно, это тяжелая игра. Потому что Евролига – это соревнования, к которым надо готовиться. Это тяжелые игры, сильные команды. Поэтому команда в хорошей форме. Все настроены. И все предвкушают эту игру. А к нам в студию пришел настоящий рекордсмен, представитель силового экстрима, блогер, амбассадор футбольного ЦСКА Денис Вовк. Денис, добрый вечер. Здравствуйте. Очень хочется пожать вам руку, и чтобы она у меня осталась целой. Слушайте, вы из Петербурга? Да, да, да. При этом амбассадор ЦСКА. Да, но я вообще изначально из Владивостока. У меня отец всю жизнь болеет за ЦСКА. И у меня, то есть, как я начал понимать, что такое там футбол, что такое вообще аббревиатура ЦСКА, я вот с тех дней и по сей день верен одной команде. Сколько максимум дублей уходит на какой-то вот сложный трикшот? И какой был самый сложный из всех, который вы делали? Я больше полчаса не делаю, честно. Я вот, если у меня не идет в этот день... У меня так со спортзалом, я более полчаса не делаю. Из них 20 это передел. Да, это такая распространенная ситуация. Ну, сколько людей пострадало, когда вы пинали мяч? Вот это очень быстро сделал вообще с удара пятого. С пятого удара? Вообще очень-очень быстро. Вот это подольше, когда с лица бью. Полчаса даю себе на трикшот. Если в этот день не идет, все, убираю. А может получиться с первого, второго, может там с удара двадцатого, тридцатого. Когда как. Ну, чаще всего это какая-то золотая середина, раз, пятнадцатый, тире двадцатый. Слушайте, вы силач. Я бы мог попросить вас поднять меня, но у меня костюм, прическа, там, оборудование. Как-то. А вот у нас есть талисман. Наш просто конь. Вы когда-нибудь поднимали лошадей? Ну, конечно. Так, оп, раз, два, три, четыре. Сейчас к разницу присядем, с которой сегодня ЦСКА выиграет. Ну, а двадцаточку, тридцаточку сделаем? Легко. Слушайте, я сам устал уже, я сам уже устал. Тоже, да, неплохой по тренироваться. Я уже сбился со счета. Так, давайте. Вадцаточка, хватит? Все, хватит. Да, Владимир Гарцунов, актер. Добро пожаловать в студию. Очень приятно. Я впервые попал на арену, и меня прям сразу захватило. Я признаюсь честно, захватило моментально. Судя по вашему инстаграму, вы баскетбольный человек. Да, я очень раньше, очень сильно увлекался NBA, очень сильно. Лос-Анджелес Лейкерс, и многих игроков знаю и сейчас, до сих пор. Но сейчас как-то из-за работы все меньше и меньше стараюсь смотреть. Но я впервые сегодня на нашем баскетболе, впервые на матче ЦСКА. Да, я думаю, я начну ходить чаще. Куда чаще? Баскетбол и кино нацелены на эмоции. Да, то есть это ты выступаешь или ты снимаешься перед зрителями. Это все для зрителей. Да. Ты чувствуешь их энергетику, ты сам свою даешь. И все баскетболисты немного актеры иногда. Да. Мы очень зависимы от эмоций. Это правда, абсолютная. Когда мы начинаем дубль, мы примерно выходим так же, как баскетболисты сейчас ЦСКА вышли. Мы также поддерживаем друг друга, стараемся поддерживать друг друга. И это очень важно. Эмоции это очень важны. Большое спасибо за то, что были у нас в гостях. И вам спасибо огромное. Отличных ролей, яркой игры. Евролига совсем скоро. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok